Лев Лещенко жалуется на низкую пенсию, рассказал, сколько ему платят, сколько хотел бы, с подробностями Жан Содель, здравствуйте. Говорит, пенсия мизерная для заслуженных людей, да уж, понтов, ну просто выше крыши. Знаете, помню случай, я журналистом, когда работал в газете и ходил на концерт, вместе с журналисткой комсомолкой Татьяной Шахнович постучались в гримерку Льву Лещенко, он вышел в белой рубашке, она даже была расстегнута, и говорит, «Да как так? От гримерки звезды на 10 метров надо стоять!» Ну и после этого закрыл дверь, и еще тогда, это было примерно лет 10 назад, то и больше, мне показалось, что Лев Лещенко очень любит себя. Ну и естественно, поэтому пенсии в 30 тысяч российских рублей ему недостаточно, в пересчете на доллары это примерно 310. Причем в интервью добавил, что это пенсия с учетом надбавок и званий. При этом Лев Лещенко явно не понимает, что другие-то россияне вообще особо не жируют. Опять-таки, у того же Лева Лещенко, быть может, есть некая недвижимость, он ее сдает, но обычные люди просто концы с концами еле сводят. Сейчас Лещенко 81 год, в феврале 82, а вот жене его, бывшей, с которой он развелся, что-то у них не поладилось, и как раз 82, и пенсия у нее всего-то 10 тысяч российских рублей. Она даже съехала из московской квартиры и сейчас живет с родственниками где-то на провинции. Лев Валерианович жалуется, что пенсия низкая, поэтому на диване особо не полежишь, он вынужден продолжать заниматься концертной деятельностью, а вот если пенсия была 50-60 тысяч российских рублей, пересчет на доллары примерно 600, то вот тогда, говорит, мог бы ни в чем себе не отказывать. Друзья, что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии, очень интересно почитать. Конечно, можете подписаться на канал, и дальше мы вместе будем обсуждать самые важные и интересные новости. С вами Жан Содель, до встречи, хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok